Уважаемые коллеги, несмотря на все наши усилия по уменьшению рака предстоятельной железы и более лучшей выявляемости, тем не менее, общая тенденция такова, что рак предстоятельной железы растет, и самая большая проблема, что тем не менее, при наших всех усилиях более 50% пациентов это практически местно распространенные формы. Естественно, возникает вопрос, что на сегодняшний день только гормональная терапия является основным методом лечения больных с метастатическим раком предстоятельной железы. Если ранее практически орхоктомия была золотым стандартом, то на сегодняшний день практически все появляющиеся препараты мы рассматриваем именно с точки зрения по отношению к орхоктомии. И говоря о борхоктомии, мы все прекрасно помним, что преимущество ее, в первую очередь, это быстрое достижение низкого уровня атонсостерона, малая травматичность и практически необходимость только местной анестезии. По мере появления новых фармпрепаратов в нашем арсенале появились агонисты, которые достаточно быстро завоевали популярность за счет того, что они эффективно снижали уровень тестостерона, практически были сопоставимы по своему эффекту с дилутеральной орхоктомией и позволяли получить обратимую кастрацию пациентов. Тем не менее, по мере того, как мы имели опыт работы с этой группой препаратов, было установлено, что практически достаточно слабым их местом являлось то, что после назначения этих препаратов отмечалось резкое повышение тестостерона, сохранялся болевой компонент у этих пациентов, что, в свою очередь, в определенной степени и объясняло побочные действия этих препаратов, в частности, и усиление осложнений у пациентов с метастазами в косте. То есть, эти препараты показали, что у них была и слабая сторона. Кроме того, вот эти эффекты всплеска тестостерона при назначении не только какого-то одного препарата, а целая группа препаратов показали, что этим препаратам при назначении необходимо добавление антиандрогена для того, чтобы ликвидировать эффект вспышки. И именно назначение комбинированное, то есть элемент в течение недели максимальной антиандрогенной блокады, позволяло нивелировать вот этот побочный эффект повышения уровня тестостерона. По мере того, как появлялись новые схемы назначения препаратов, стал более активный интерес проявляться максимальной антиандрогенной блокаде. Однако, в последующем изучении эффекта максимальной антиандрогенной блокады показалось, что практически и она не отвечает полностью на 100% нашим запросам и интересам пациентов. Не у всех пациентов проходили боли, улучшалось общее состояние, не у всех пациентов снижался уровень щелочной сфатазы. И результаты метанализа максимальной антиандрогенной блокады показали, что практически улучшение общей выживаемости было незначительным, хотя максимальная антиандрогенная блокада достаточно была существенно затратна по стоимости, по побочным эффектам. И, в принципе, прирост общей выживаемости на 3-5% не имел смысла при увеличении этих побочных эффектов, в том числе и побочных кардиологических эффектов, гастротерологических и других. Поэтому появление в нашем арсенале препарата Дегреликс практически позволило расширить арсенал тех препаратов, которые широко используются в лечении метастатического рака предстоятельной железы. И на основании вот этих вот большого количества организированных исследований, посвященных Дегреликсу и сравнению с агонистами, на сегодняшний день, в общем-то, можно говорить смело о том, что Дегреликс по сравнению с агонистами лишен этих недостатков, о которых мы говорили ранее, и при ее назначении мы получаем резкое стабильное снижение тестостерона, что является, в общем-то, краеугольным камнем в лечении группы этих пациентов. Кроме того, помимо быстрого снижения, обеспечивается стойкое снижение тестостерона, достаточно стабильное. Также отмечается быстрое снижение ПСА, которое проявляется существенно более резко выраженной кривой по сравнению с препаратами группы агонистов. Как мы знаем, практически повышение ПСА в течение одного года встречается чаще у пациентов с местно распространенными формами рака предстоятельной железы и метастатическими формами. И это также имело в группе пациентов, которые получали и Дегреликс. Но, тем не менее, различие между двумя группами, получавших Дегреликс, агонистов, было достоверно значимо в пользу препарата Дегреликс. Кроме того, такая же тенденция была отмечена у пациентов с изначально высоким уровнем ПСА, выше 50 и от 20 до 50 в диапазоне. При этом также достоверные различия в показателях полный роста ПСА между пациентами двух групп. Что говорит, что Дегреликс целесообразно назначать именно пациентов с метастатическими формами рака предстоятельной железы. Улучшение показателя безрецидивной выживаемости у мужчин с первичным уровнем ПСА, больше 50 инограмм на миллилитр, получавших Дегреликс, свидетельствует в пользу того, что у пациента, получавших Дегреликс, в значительно медленнее развиваются гормоны рейстерные формы, что, опять же, очень выгодно для лечения пациентов в плане затягивания гормоночувствительности. Кроме того, имеется факт о том, что пациентам, у которых отмечалась уже гормоноинестентность на фоне агонистов, но значение препарата Дегреликс позволяло достичь снижения уровня ПСА, тем самым это лишний раз говорит о том, что препарат этой группы единственный, к сожалению, пока, в общем-то, может применяться у пациентов, которые получили отрицательный эффект, получая препараты группы агонистов. Дегреликс продемонстрировал лучший контроль урочной щелочной сфатазы по сравнению с препаратами максимальной антиандрогенной блокады. Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день Дегреликс продемонстрировал значительно лучшие показатели в плане показателей безрецидивной выживаемости, подавления уровня щелочной сфатазы в течение всего года назначения препарата и показал улучшение показателей общей выживаемости. Говоря о нежелательных явлениях, безусловно, каждый препарат их имеет, и в плане Дегреликс хочется сказать, что основная проблема, с которой мы сталкиваемся при назначении этого препарата, это является местная реакция в зоне инъекций препарата. Она достаточно варьирует у каждого пациента, но у некоторых, к сожалению, она бывает достаточно выражена, но тем не менее, когда пациент информирован о такой возможности, как правило, в общем-то, все тревоги его буквально через день-два сходят на нет, и, в общем-то, как правило, основным побочным действием и явилась реакция на инъекцию. Что же касается других вероятных осложнений и симптомов с увлечением опорно-двигательной системы, то достоверно частота этих проявлений была ниже у пациентов, получавших Дегреликс по сравнению с группой агонистов. Это же касается таких проявлений, как артрология. Снижение вероятности переломов также отмечено в группе, получавших Дегреликс. Кроме того, достаточно интересна была информация о том, что группа, получавшая Дегреликс, по сравнению с максимальной группой, получавшей максимальную антианрогенную блокаду, получила существенное снижение клинических проявлений симптомов нижних мочевых путей, что, понятно, значимо и важно у пациентов пожилого возраста, у которых есть, помимо рака и аденомопрестательной железы, есть проблемы с мочеспусканием. Поэтому в этом плане, опять же, назначение этого препарата заслуживает внимания. Таким образом, можно сказать, что сравнивая наиболее распространенные препараты, которые применяются для лечения метастатического рака предстательной железы, это агонисты и антагонисты, можно сказать, что антагонисты имеют существенные преимущества перед препаратами, которые уже широко раньше использовали, группы агонистов. Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день Дегреликс продемонстрировал существенное улучшение выживаемости без ПСА-прогрессирования, быстрое устойчивое снижение уровня ПСА, быстрое снижение уровня тестостерона, снижение уровня фолликово-стелулирующего гормона, который важен, опять же, как выяснилось, при возникновении побочных эффектов. И на основании этого можно говорить о том, что Дегреликс достаточно широко можно использовать и смело в качестве первой линии терапии. Говоря о том, что FDA выпустила указ, указание о том, что все фирмы, выпускающие агонисты, должны внести в свою инструкцию предостережение, это мы все прекрасно знаем, и это обусловлено тем, что действительно, по мере того, как мы широко использовали эту группу препаратов, было установлено, что эта группа препаратов повышает риск сердечно-сосудистых осложнений и диабета. А так как основная причина смертности у наших пациентов – это вообще в целом, у лиц пожилого возраста, это заболевание сердца, то назначение препаратов, которые могут увеличить этот риск, достаточно, безусловно, серьезная проблема. И, говоря об этом, сравнение эффективных побочных эффектов в плане сердечно-сосудистых осложнений этих двух групп, Дегореликса и агонистов, показало, что в группе, получавших Дегореликс, риск сердечно-сосудистых осложнений смерти был достоверно ниже, а в группе уже имевших кардиологическую патологию эти достоверные показатели были еще существенно увеличивались. Необходимо сказать, что еще агонисты, к сожалению, обладают таким побочным эффектом, как увеличивают риск различных таких побочных эффектов, как метаболический синдром, который обусловлен и, в свою очередь, увеличением уровня триклицеридов, нарушением метаболизма глюкозы и также отмечен рост полиголостимулирующего гормона. Такие побочные эффекты при назначении Дегореликса отмечены не были, и на сегодняшний день именно за счет, как я уже говорил, снижения частоты побочных эффектов в качестве симприломов, артралгий, плюс снижения риска развития метаболического синдрома, кардиоваскулярных осложнений, можно говорить о том, что препарат Дегореликс является наиболее безопасным, эффективным, и на сегодняшний день практически у лиц пожилого возраста этот препарат должен быть методом выбора. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.